а я понял друзья всем привет на часах 8 утра на глазах 7 видео с яхты которая вам хорошо зашло кто еще не посмотрел вот она и сегодня у нас тоже будет морская тематика идем на лодке куда идем но в этот раз мы идем именно на лодке на яхте а на лодке и будет куда мы идем доедем и на ламангу едешь ты сейчас машине а ну да конечно мы выходим а идти ты будешь на ламанга ламанга дель мар минор или просто ламанга что в переводе с испанского означает рукав уникальная зона в испании расположена в автономном сообществе мурсия на территории трех муниципалитетов картахена сан-хавьер и сан-педро дель пинатан активно застраиваться ламанга начала во второй половине 20 века а после превратилась в один из важнейших туристических центров средиземноморского побережья испании мы решили добраться до ламанги и посмотреть все своими глазами а также пообщаться с туристами и местным населением а добраться до этого уникального места нам помог игорь у которого есть своя прогулочная лодка ну а также игорь поделился с нами своей историей иммиграции да вот я возле шлагбаума мне в прошлый раз на ногу наехала девчонка так я чувствую с этим человеком будет нехорошо 2 лодка американского происхождения до из класса люкс то есть как вот лимузины есть да там всякие вот с подсветками да уже ружи то есть а б с есть навигация есть что-то что-то типа радио они есть видишь а короче ходила сейчас эту сторону еще уберу и все и едет да давай давай я тебе дам таблеточку чтобы мы экспериментировали с тобой синий синий или красный запомните его таким какой он сейчас да не лучше так чем потом чем потом уже да у меня здесь были знаешь такие что я знаю я вот я никогда я никогда разворачивали все игры разворачиваете лодку на береге по серьезно умираю вот такие мужики были я тебя гость сначала идет головная боль до под ужасно а потом ты не знаешь у тебя делать тебе кто-то что-то говорит и замолчите я не хочу никого слышите выпустите меня хочу в гималайи но не в море в общем то мы уже у лодки и поговорим с капитаном этого этой прекрасной посудины игорь привет расскажи что мы будем делать куда мы сегодня отправляемся и что это за что это за агрегат значит мы сегодня пойдем ломангу как давно владеешь лодкой лодка я приобрел где-то с февраля месяца 150 лошадей мотор mercury бераду это у него электронная подача газа нетроссельная вот сейчас все увидим ну и еще безопасность это плод плод он как вам как правило не тонет надеемся на на всех предыдущих водках и так вообще люди всегда и имеют проблемы поставить стакан куда-то да либо 12 подстаканника не хватает а здесь прям вот справа слева ты его ставишь даже вот влазит бутылка водки но вот это тоже ваша блея тоже ваш панского здесь кухня ну есть вода это раковина да раковина водичка есть открывается какой-то какое потребление в среднем где-то 15-20 литров в час это если ну вот прям нормально идти если чуть помедленнее спокойно но литра там как 12-13 есть большое преимущество я могу стать на у меня 30 сантиметров . 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 максимальная, на которой ты можешь глубину заходить. А, типа на мелководье? На мелководье, да. То есть у нее вот 30 сантиметров. 30-40 сантиметров. То есть я могу вот так зайти по пояс спокойно, стоять, купаться, здесь поставить шампанское, тусить. Прямо практически к пляжу подойти. Да, либо я разогнался, поднял мотор наверх и на пляж зашел вносом. 18? 18 человек для американцев. Обезбашенных. А для Европы можно 12 человек. Он отличается тем, что у него есть зона привата. А вот так вот. Заходишь и все, да? Переодеваешься в компании, если кто-то сняется. И тебя никто не видит. А если когда приспичивая или что, у нас есть биотуалет. Да. Мы ставим сюда биотуалет. Да. Делаем музыку погромче. Да. Открываем все окна. И человек... Ну, конечно, окон же здесь много очень. Да. Человек ходит делать свои дела. Ну, капитан у меня либо я, либо профессионал-испанец, да? У него вся документация в порядке, все. А у тебя нет? У меня я могу частные полотки делать. Просто это моя лодка. Это моя корова, да? Это моя корова, и я ее даю. Нет, я... Лодка стоит 65 тысяч. Да. Новая стоит около 100. Да. Стоит чуть больше. А я ее брал 60... Ну, 60 тысяч она... Откуда тебе ее гнали? Или ты здесь прямо нашел? Я ее приобретал в Голландии. Да. Это единственный экземпляр был здесь по всей Европе. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Ты сам представился... лодку так как зовут имя лодка мы дали ей имя шерри бэй шерри бэй до шерри бэй переводится но под цвет вишни и сделали ну залив как бы ну вот сошел ты как залив да где спокойно хорошо и приятно и удобно комфортно сколько стоит содержать яхту стоянка годовой налог стоянка зависит от метража твоей яхты от ну ширины и длины то есть в данном случае у меня место 3 на на 9 это твое фиксированное место и я плачу 1600 год остальное я сделал страховку еще дополнительно полном полностью вот утонула тебе вы вернули деньги стоит 800 евро в год и у меня коммерческая просто деятельность еще поэтому дополнительно где-то около 1000 там выходит и а простая привату так 100 евро в год если на лодке происходит какой-то инцидент кто-то там не дай бог перевернулся упал за борт утонул какие последствия для тебя все это перенимать страховка тоже пассажиры все застрахованы и ну соответственно то есть от меня только что техника безопасности чтобы я соблюдал но у меня присутствует то есть аптечка огнетушитель спасательные жилеты 12 на 12 человек детские если дети свои все обязанности стараюсь выполнять от начала до конца тоже безопасность это первое первое правило на лодке безопасность пассажиров и жизни ребят нас привезли нас привезли на такси типа в эпицентр движения и мы вышли на пляж который был здесь в ближайшие люди здесь реально вот два зонта почему так происходит давайте разбираться пойдемте поговорим с людьми holа holа союз дайки de cartagena по ла премида без киставо саги и кида и по ла тарбе а вот так вот так вот это твой бизнес сколько стоит прогулочный выход на твоем корабле на твоей лодке провести незабываемый праздничный день 700 750 евро в день это 8 часов до либо 100 евро в час и минимум два часа чтобы было заказано потому что выход с порта заходить порт и все это время 700 евро плюс заправка на бензин потому что вот бензин отдельно да конечно то что если машину берешь на прокат у тебя тут также бензин идет отдельно ты взял полный бак и вернул полный бак то есть в яхтах также но если недалеко в радиусе таревьехи кобаро и там пунта прима то я всегда людям говорю бензин включен отлично слушай если ты то есть собираешься компания из 10 человек по 80 евро скинулись и взяли лодку и просто день провели в море правильно то есть это позволительно и также в нашем распоряжении кухня бар газовый гриль у нас гриль на газу достать креветочки сосиски там пожарить что-то деткам там а приготовить разогреть когда начинается сезон то есть какого времени уже можно пользоваться то есть твоими услугами звонить тебе говорить суша игорь вчера хочу вчера я может ожидаем связи да можно вчера уже начинать но контакты игоря мы оставляем в описании тем кому интересно выйти в море провести время звонить обращайтесь какие еще есть вкусности для твоего клиента у нас имеется таблетка такая как ее назвать или батут надувной трехместные мы привязываем его к специальному кронштейну который может тягать и по волнам то есть люди получают удовольствие тоже то есть мы таскаем плескаются прыгают еще мы приобрели джетский мотоцикл водный и также он идет в опции то есть если человек хочет провести день по полной вообще просто как это алиинклюзив да то мы как бы говорим обговариваем это заранее и да мы хотели еще взять с собой джетский у нас 12 человек алиинклюзив да вот здесь есть и и А вы хотите помочь здесь или вы хотите жить в Ламангке? Да, мы только вернемся, но в самом деле здесь живут очень хорошо. Но в автобусе нет людей, да? Нет, нет, нет. Хорошо, ребята, спасибо большое. До свидания. Кто твой клиент? Местные, туристы, приезжие, семейные пары, романтические вечера устраиваем, то есть влюбленные, день рождения, все, вот это мои клиенты. Вопрос лично от меня, который меня вот волнует. Я, допустим, захотел снять твою яхту с девушкой, со своей любимой и захотел уединиться, допустим. Как быть, то есть капитан нам не нужен? И здесь есть выход из этой ситуации, Sherry Bay предназначен для разных ситуаций, так же и для этой, чтобы и потрахаться, и заняться волшебством, и любовью. Тогда обговариваем это, ну мне не обязательно говорить, что вы будете здесь делать, а просто клиенту, а просто он говорит, что могли бы вы оставить нам уединение. То есть я тогда заранее беру джетский с собой мотоцикл и уезжаю на определенное время, там, на час, на два, на три, или на пять минут, там, да. В общем, у тебя универсальная лодка. Да, будет просто на борту рация, то есть мы готовы, приезжай, я приехал, все. Просто еще ко всему к этому у нас, конечно, после каждого выхода абсолютно все стерилизуется, промывается, вытирается, чистится. То есть, ну, прожив в Германии там 20 лет, мы просто это неотъемлемая часть гигиена, это в первую очередь выживете на полу у нас тепихи, все моется, стирается пресной водой, шампунь, все будет чисто, аккуратно, это мы гарантируем. Продолжение следует... 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 То есть денег нет, но все нормально. Да, его это устраивает. Ну, хорошо, спасибо. Давайте. До свидания. Есть Ромка, а он бензин. А он экономит на бензин. Давай, Ромка. Давай, Роман. Все. Вот такая, короче. Подрабатываем. Ты можешь на ту сторону, через дорогу наставить? Бенз тратить не надо. Взял за веревку. Куда идем? По центру? Большой-большой секрет. По центру? Да. Где травился? Где вырос? В Казахстане. Северный Казахстан. Я прожил там до 18 лет. 18 лет я уехал в Украину. И прожил там до 23 лет, 5 лет в Киеве. А потом? А потом уехал в Германию. И в Германии прожил 20 лет и приехал в Испанию. Каким составом живете? Жена, доча Лапочка и сыночек. Сколько им лет? Сыну 4,5 будет. И дочи 2,5 будет. Ходят они в школу здесь, в Испанскую, сын. А дочка в садик частный. Когда дочь была в животе у жены, мы сюда приехали на зиму, пожили здесь. И поехали рожать в Германию, родили и уже через 3 месяца после родов приехали сюда и остались. Что зацепило здесь? Ну, в первую очередь погода. Погода, погода. Где вы жили в Германии? Мы жили в Северной Висфалии. Между Франкфуртом, Кёльном и Дортмундом. Почему выбор пал именно на Торревьеху, на Коста-Бланку, скажем так? Потому что есть же альтернатив много. Во-первых, здесь теплей и русскоговорящих очень много людей. И проще адаптироваться здесь будет для первого времени просто идеально. Подучить язык, встать на ноги, понять культуру испанскую, выучить язык. И, соответственно, потом уже можно выбирать, куда вы хотите. Север, юг или горы, или еще что-то. Мы пока здесь. Два года здесь. Как испанский? Ну, я говорю испанец. Много. И они меня понимают. И они очень довольны, что я пытаюсь разговаривать на испанском. И сейчас найдем мы время и пойдем обязательно учить дальше язык. Короче, ребят, мы на Мар Миноре. Сегодня 20 июля. Здесь нет никого, ничего. Здесь абсолютно нехер делать. Как ты называешь? Я, Сергей. Есть очень мало людей. Да. В Мар Миноре не приходит на вечеринку. На вечеринку они в Мар Майор. И также, как это было. На час. На час. На час. На час. На час. Ты здесь. Ты живешь на Ламанга? Я живу в Ауррукти. В Ауррукти. Но я здесь все время сюда. А ты любишь Ламанга? Да. Да. Очень спокойно, да? Да, да. В светое. В светое нет? В светое нет, но сейчас. В светое нет. Но в светое меньше, чем разговаривать. но всем нравится ламанга и все довольны и не хотят сюда уезжать. Выглядит он, конечно, на 47. Я могу точно сказать, что это не Джек Дэниелс. Это лабуда, я не знаю откуда привезенная, но я думаю самый дешевый виски из лидово. Не рекомендую, очень низкая оценка минус один вообще, даже не то что 0, минус один, но я буду пить туда, потому что деньги уплачен. Как привыкают немцы, потому что немцы достаточно педантичные люди, они очень пунктуальные, как они привыкают к этой вот всей испанской жизни, потому что маньяна, порло маньяна, все завтра, послезавтра и так далее. Испанцы к нам ближе, и поэтому мы восприняли это так же, как когда-то мы в Германию приехали и воспринимали, что мы должны выучить язык, дружить, найти друзей немцев, работать с ними вместе, и так же и в Испании. Чем ты занимался в Германии? У нас была фирма у меня, я занимался машинами, продажей машин много лет, и потом мы делали заказы на большие фирмы по производству лазерных приборов. Почему так много людей из Германии переезжают в Испанию, и особенно русскоговорящих? Смотри, все скандинавские страны, где мало солнца, имеют депрессии, а не хватает человеку нужен витамин Д. В Испании витамин Д просто зашкаливает, это бомба. Ты каждый день солнце, у тебя 300 там, сколько-то там, 20 дней, у тебя в году просто солнце. Это первое, что тебе нужно. У нас дети принимали в Германии витамин Д в таблетках. Когда мы переехали сюда, нам сказали, не надо их принимать. Просто постоянно этих людей, как они, они живут, они живут, да. Надо найти себя здесь, работу, что-то себе сделать, найти занятие какое-то. То есть я себя нашел вот в этом пока. Любая работа, любой бизнес нужно шлифовать годами, иметь терпение, выдержку. Все едут сюда на море отдыхать, а мы здесь живем. Что бесит тебя в Испании? Три вещи. Собачье говно. Везде. Это да. Люди пытаются его убирать, все, но все равно где-то, видимо, они это. Потом, второе. Наверное, я думаю, для большинства людей это тоже очень важно. Социальное обеспечение. То есть как сравнить с Германией там невозможно, да. То есть здесь нету такого финансовой поддержки. Помощи. Да, подушки этой нету. Тут надо действительно как в Советском Союзе там у нас прорываться самим. Работаешь, как говорится. Кто не работает, тот не ест. Кто работает, тот ест. Это да. А третье, ну, я думаю, наверное, все-таки зимой, чтобы людей поставить в известность, те, которые, может, хотят на постоянно переехать, что зимой ветра бывают здесь. Сильные ветра бывают. И мне чуть-чуть это, конечно, напрягает, потому что у нас там в Германии не было ветров таких сильных. Ну, подожди, но в Германии нет столько солнца. Ну, у нас дождь напрягал. Надо выбирать. Очень быстро привык к хорошему. Да. У нас один месяц ветров. Да. По факту. А у нас... А тебя он уже напрягает этот один месяц. Ну, ты же понимаешь, да. Вот человек такая скотина, что... Привыкает быстро к хорошему. Все мало ему и все не хватает. Но мы готовы с этим мириться. А, ну, еще, да, эти кукарачи. Кукарачи-то четвертый минус. Бывают, залетают в дом такие. Ну, они такие добрые такие. Опять же, на них... Они не кусаются. Они ничего не делают. Они просто заходят, посмотрели и ушли. Вот, реально. Их даже убивать иногда не хочется. Они уходят. Я сделал такое следствие за ними. Аналис. Да. И они уходили. Аналис. Хочешь жить здесь? Я только приезжаю на сентябре. По-другому я буду ввести влажно. Ты любишь Манга? Да, по-другому. По-другому обвел... По-другому обвел. Мы обрали на 8-е. Но мы начнем на 11-е. Мы начнем на 11-е, до 12-е. У нас в следующий год. А в следующий год мы все спащие. Мы много с английским. Мне нравится. Спасибо за субтитры. ты купил недвижимость здесь правильно ты нет ты не арендуешь нет что из себя представляет твой объект недвижимости дом отдельно стоящие то есть это очень хорошо с одной стороны ну нет соседей там за стенкой чужих все это но очень мало земли у нас три сотки это мало земли нам хотелось бы больше а ты знаешь что для испании это достаточно да но мы же не испанцы мы из германии и мы сравниваем уже чуть с германией мы стремимся чтобы хотя бы подходила под этот уровень тебе сейчас хватает денег на на проживание ну а я к тому что то чем ты занимаешься сейчас на данный момент приносит ли это тебе такой доход который является какой-то суммы комфорта да для твоей санка нет пока нет пока пока ты тратишь то что ты заработал да да я мы также трудились германии все 20 лет мы не сидели там на плечах государстве чем мы трудились мы работали мы у нас фирма была мы работали в три смены я работал и в ночную и в дневную и вечернюю то есть у нас я же говорю доходило до депрессии то есть там не хочется этого хочется просто сказать себе так игорян ты живешь один раз не два проживи эту жизнь так чтобы не было мучительно больно за бесценно прожитые годы как сказал папка корчагин надо жить жить каждый день дышать радоваться наслаждаться не деньги важно и ничего пусть будет у тебя не 1500 там евро но ты живешь ты живешь и дети твои живут наслаждаются все ты не в болоте в этом вот завтра больше 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 а если пойдет но пойдет хорошо но не пойдет мы будем что-то еще дальше предпринимать если мы хотим здесь жить надо предпринимать испанцы же как-то живут простые люди живут и на тысячу и на двое оля сооруженцам и но но и поэтому я помогала У нас есть много людей, где нужно идти в Майор, в зоне сирены, в зоне международного моря. Ты здесь, из Ламанга? Да, я здесь. Ты плаешь много? Я не могу сказать ничего. Я не могу сказать ничего. Ты speak Spanish? Да. Ты живешь здесь? Да. Ты здесь, из Ламанга? Да. Ты любишь? Я ovожу здесь в августе и все, чтобы жить здесь, и еще и еще я не могу здесь. Я забрала здесь жить, я не могу там жить здесь, ни в инсталии не было в инсталии, но мне мало денег. Ты живешь в губе, мне тоже пропало. Ты живешь в Торревьега? Да. Я стараюсь по делам. Я покажу Торревьега и Ламанга? Я люблю Торревьега, что дома, где у людей жил там больше, длинная, в районе, в гостях. Я Puerto Rico, это будет ко всем, ко всем вашему радуям dereronsи. И для ваших клиентов, кто? Медленность, из-за страны, из Азербайджана, из-за страны. Ты счастлива с жизни? Я, да. Я у меня мечты и мечты. Очень хорошо. Сколько лет ты? 19. 19. Как ты? 11. 11. Спасибо большое. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Здорово. В Германии мама приезжает, я её יודע. Иди туда поделай йогу, подыши свежим воздухом. Она вообще такая в восторге. И на базаре, она говорит, что-то покупает, даёт 3-5 евро и хотел уходить ей. Говорит, подождите сдачи. Она говорит, как цены там дешевле? На базаре тоже, плять. Сколько тебе лет? 42. Почему так долго вспоминал? хотел соврать хотел сказать меньше да больше но ты отлично выглядишь гены родителям это должно то что испания это одна из стран где самый самый высокий показатель продолжительности это очень просто понимаешь когда сюда приезжаешь и видишь потому что люди не напрягают себя они просто живут и работают это очень главный смех нужно жить и потом работать они работать ради жизни нужно для себя решить жестко я хочу изменить жизнь я ее меняю я ее меняю жена там папа мама брат кум сват хотите со мной меняем когда жестко это ты решишь тогда у тебя все получится ты уверенный себе человек ты решил пошел и сделал мы сегодня вышли старые веки сюда шли у нас были препятствия всякие там глубина если мы слушали там грибок а там акулы там ветер мы не дошли мы развернулись мы же пошли мы никого не слушали мы взяли пошли такую красоту увидели сейчас приехали посмотри здесь смотри всем 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 желаю этого чтобы были все уверенный в себе несу тоже сегодня те за одну сказать завтра другое что ты будешь себя менять ты индивидуальный человек ты решил ты сделал поэтому мы и становимся так теми кто мы есть ты влад я игорь испания для тебя финальная точка назначения яй как немцы и да и нет яй да и я и най но пока да пока я вижу пока дети маленькие все ново здесь и Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, подошел к концу наш выпуск, наша рубрика без названия, она все еще не имеет названия. Мы посетили Ла Мангу. Какие у тебя впечатления от Ла Манги остались? Да, ребят, можно много чего говорить, но на самом деле все, что вы сегодня увидели, это предрекает тому, что вы сами делаете выводы, надо вам оно или нет. Мы сделали вывод, что Торевеха это лучшее место на земле. Я Торевеху не поменяю ни на что. Оставляйте свои комментарии, жмите на колокольчик, подписывайтесь на канал. Это был YouTube канал Алегрия. Пока-пока. Алегрия, строим вашу мечту. Все, пойдем. Субтитры сделал DimaTorzok